Всем привет, с вами Коннор, и сегодня, короче, у нас, естественно, обзор в... Ну, или, как говорится, продолжаем делать именно обзор, естественно, на транспорт там. Ну, вообще, продолжаем развиваться в данной игре под названием Green TCHRP, в KRMP, как говорится. Ну, и сегодня, короче, у нас обзор будет на замечательную маршрутку междугороднюю, а именно Mercedes-Benz Sprinter, как говорится. Ну, сейчас пойдём, короче, получать, как говорится, форму, чтобы на ней отправиться путешествовать, если так сказать, блядь, там, по разным городам, блин, ну, короче, один город, второй. Ну, короче, это у нас пригородная маршрутка, если вам так сказать. Так, начать работу, Mercedes. Так, давайте, короче, возьмём, так, Южный... Южный Нижегородск. Так, ребят, короче, сразу хотел вам объяснить именно такую вещь. Просто тот прошлый ролик, если, конечно, кто-то из вас, ну, вообще, досматривает до конца. Короче, ребята, у меня получалось, у меня получилось так, что у меня на компьютере тут не хватило памяти, у меня в итоге ролик не доснился до конца. Ну, в принципе, я там проехался там ещё один круг, поэтому маршруты у меня, блядь, где-то ближе к концу этого маршрута, у меня, блядь, отобрали права, типа, из-за того, что я проезжал красный свет. Ну, ладно. Короче, вот такая вот была, вот такая для вас информация, как говорится. Давай сейчас включим фары. Катался я на этом маршрутке, конечно, в реальности. Ну, такая, кстати, удобная маршрутка. Ну, блядь, жарко в ней, пиздец как. Если так вам сказать. Ну, такая, бэх, такой мерс, шо ж поделаешь. Да, ребят, кстати, вот она вся рабочая, как видите, вот. У нее там, естественно, салон такой. Картинка. Ну, это, сказать, все это компьютер, как бы сказать, телевизор, блядь, целый. Но, как вам сказать, тут нету особо ничего. Тут просто компьютер. Ну, еще тут регулировка, ну, этот, регулировка, там, этого, самого кондера. Ну, климент контроля, если так вам сказать. Ну, короче, тут больше нихуя тут ничего нет более такого. Давай еще выехать немножко так вот. На так вот расстояние. Так, шо у нас тут так же? Поворотники у нас так же все работает, как говорится, как и должно быть. Вот она у нас работает. Конечно, она работает немножко криво. Но, шо поделаешь, блядь. Это же все-таки КРМП, е-мое. Потому что от него особо-то... Ну, особо-то от него как бы не стоит ждать. У меня почему-то все время не получалось снять именно обзор на эту маршрутку. Из-за того, что, блядь, мне все время вылетала игра, блядь. А именно тупо вылетал сервер, блядь. Он тупо отключался, блядь. Ну, все, я вот... Ну, никак я не мог с этим ничем поделать, и все. Вот реально, это было очень печально. К сожалению. Но, шо поделаешь, если такая вот хрень, блядь. С сервером. Ну, я думаю, что такой хрени уже больше не будет. Надеюсь. И надеюсь, что мне игра больше не вылетит. Потому что я не хочу, чтобы мне игра, блядь, вылетала. Все время, блядь, перезаходить, перезаходить, черт перезаходить, блядь. И все. Все время, каждый раз, блядь, после того, как мне игра вылетает, надо перейти обратно в нее. И, слава богу, что я хотя бы захожу именно так, что у меня... После спавна меня никуда не занесло. Ну, ладно. Как говорится, поехали, так поехали. Ну, давай, 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 загорайся. Зеленый. Не, а так вот эти трамваи, в принципе, они и ездят. Вот эти вот трамваи, потому что я сделал вам обзор. Как говорится... Они у меня есть, блядь, в туле по сей день, ё-моё. Вот каждый день я эти ведра вижу. На этих ведрах я, естественно, катаюсь. Хотя многие скажут, блядь, ну... Ну, это же не ведро, блядь, это же более новый трамвай, ё-моё. Вот этот самый УТМ. Ну, не знаю, ребят, ну, они все для меня, ну, вот эти трамваи наши, ну, вот, которые вот производят, блядь, ну, не знаю. Я как-то к ним отношусь не особо. Прям, может, положительно, блядь. Ну, единственное, к какому трамваю я отношусь положительно, это уж у меня, вот, блин, более-менее новый трамвай. Хотя трамвай, он 2008 года. Это вроде ЛБЗ, блин, или как он там называется? Он вроде бы либо в Москве, либо в Петербурге раньше. Катался, блядь, всё, и... Мне трамвай более... Больше всего устраивает, блин, потому что в нём реально удобно. В нём не слышно вот эти вот грохоты, блядь, вот это всё. Ну, вообще, особо-то не слышно, вообще. Ну, не знаю, может быть, слышно. Может быть, и нет. Хотя я не слышу, честно говоря. Ну, ладно. Ну, короче, вот такая вот тема, ребята, вот с этими ебанными трамваями. Ну, а на этих маршрутках, как бы сказать, я вот на этой маршрутке катался. Именно тогда, когда я ехал в такой замечательный город, именно у меня, ну, у меня именно в моей области. Именно Новомосковск. Я на ней, конечно, катался. В ней, блин, жарко. Как бы сказать, всю дорогу ездить на маршрутке, как-то вот, тем более, несколько километров, как бы сказать, ездить именно от города к другому городу, это пиздец. Хотя, если бы я бы сейчас, если я бы ехал бы на газели, блин, я бы, наверное, там бы охренел бы, блин, с такой бы стати, блин, я не знаю. Так что в ней вообще, блин, неудобно сидеть, блин, в этих газелях. Ну, я имею в виду про старых. Не знаю, как там насчет Next'ов. На Next'е я сидел, конечно, ребят, но в реальности. Вот, я на маршрутке катался, короче, вот. Ну, шо могу сказать, нахуй. Сиденья скользкие, не особо-то удобные, блин, ну. Ну, всё-таки у Фордов, блин, у них сиденья поудобнее будут, чем, к примеру, у новых газелек Next'ов. Там, конечно, сейчас новая газель Next, конечно, вышла именно, точнее, газель City. Да, вот такая вот машинка вышла. Ну, я не знаю, добавят ли её вообще в игру, там, ну, я имею в виду в MC2, там, или куда там ещё, там, её добавят. Потому что, если всё добавят, то, естественно, модель скачаю, блин, у себя, и, естественно, вам покажу. Там, шо у неё будет вообще работать, там, шо будет вообще в ней не особо-то, блядь, фурыч, там, работа, там, всё там подобное. Ну, вы поняли меня, ребят, я так думаю. Ну, короче, очень много спорных моментов, блядь, с этими машинами. Поэтому вот. А-а-а, блядь, короче, вот. Вы поняли. Давай-давай-давай-давай-давай, загорелась. Ой, блядь, загорелась. Блядь, вот. Ну, уже. Долго, блин, думать светофор, конечно, ну, ладно. Кстати, вот, ребят, вот, в Green TCHRP в чём плюс? Этих светофоров, что они хотя бы работают нормально, блядь. Типа, красный, жёлтый, зелёный работают нормально, блядь, как в реальной жизни. Даже порой есть тайминги в светофорах. Вот видите, ребят, как они работают. Вот, я не знаю, блядь, ну, пускай хотя бы провинция так же сделает со светофорами. Ну, я понимаю, что с ними ебаться особо-то не хочется, блядь, но всё же. Ну, можно это сделать. Вот реально, вот будет, не знаю, может быть, в разы будет прикольнее, и всё. Тихо, чуть бамперу я не сломал, блядь, в машине. Это чё это за звуки такие, я не пойму. Наверное, звуки с... как маршрут, шули, едет, наверное. Вот, кстати, ребят, вот всё время, каждый день, я вот каждый день, я всё время катался на этих фордах, блядь, на этих, как его, блядь, машин, как они называются-то. А, вот эти фиаты, вот это всё, пижо, блядь. Не, вот, кстати, на фордах, в принципе, нормально так кататься, но не особо. У них всё гремит, блядь, ну, 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 хотя бы не гремит так, как это гремит, блядь, в эти, в газелях, ё-моё. В газелях, то он вообще, блядь, угремит. Ну, насчёт Next, кстати, насчёт Next, я, конечно, чёрт, я, как бы сказать, захвачу, ну, именно, возьму эту тему опять про Next. В нём, кстати, не особо так всё гремело, блядь, ну, нормально сидеть так, спокойно, и без всяких там проблем и всё там подобное. Вот это, конечно, плюс, блядь, но всё равно там надо, блядь, не дорабатывать, блядь, ну, короче, пиздец. И всё. А так, кстати, газель Next вообще стало, блядь, похоже на Ford, блядь, на, ну, не знаю, на какой, ну, скорее всего, на старый Ford Transit, блядь, было чуть, ну, стало немного похоже, чуть-чуть. Стало похоже, блядь, ё-мая, но, ну, мне, как бы, похренело, блядь, но всё равно как-то странно. Ну, серьёзно. Ну, ладно, не будем особо эту тему затронуть про эти газели, хотя у нас сейчас тему про маршрутки, ё-мая, если мы сейчас едем по пригородной маршрутке, ё-мая, значит, можно затронуть. На маршрутках, кстати, когда сидишь, блядь, вот, особенно старых, на новых, блядь, спринтерах. Я вот даже говорил в обзорах там про, про маршпринтер, именно, когда я делал обзор именно в OMSI-2, там, блядь, у них вообще нормально сидеть, так удобно, спокойно, главное, и кайфуешь, тупо, и всё. Так, я в правильном управлении вообще еду или как? Вроде бы правильном. Надо, кстати, смотреть. Так, стоп. Стоп, я чё-то... Подожди, куда ты? А, мне надо ехать в это, блядь, ё-мая. Я не туда поехал. Сука, блядь. Лучше, лучше не надо ориентироваться по этому радару, и всё, бля, я не туда поехал, сорян. Бля, надо мне сначала ягварзама съём, а потом уже... Потом уже в этот, в Нижегородск. По проекту, как он называет это, Redfire, ну, будут, конечно, сказать, обзоры, бля, ну, там ещё, но... Скажется, будут обзоры именно тогда, когда я набью уже побольше уровень. Получу права, скорее всего, там, ну, в... 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 Так, надо как-то тут, блин, повернуть. А вот как это сделать, блин, более грамотно, пока что непонятно. Блин, тут вообще пиздец. Такие завороты, развороты, блядь, тут... Просто непонятно как, блин. Всё тут не делано, конечно, ну ладно. Могли бы хоть какой-нибудь круг, блин, сделать, я не знаю. Но нет, блин, придётся вот так. Всё, блин, блядь. Да. Говорил, что не разобью окно, а оказывается, я разбил... Ой, точнее, я разбил стекло, блин, ё-моё. Ладно, давайте сейчас тогда... Подзаедем мы... Эм... На АТС, как говорится, починим... Себе стекло... Ой... Фару, точнее, одну. Я, наверное, одну фару выбил, да? Да. Ну, фару выбил. Ладно, сейчас заедем, как раз починим эту тачку. Ну, вот эту маршрутку, блин, и всё. Хотя она толком не моя, блин, но всё равно. Хотя... Тот фазик, который я... В тот прошлом обзоре... Я там фару, конечно, в нём разбил, но... В принципе, пофиг, как-то было. Так. Эм... Так, вот он у нас, круг. Так, повернули, едем дальше прямо, как говорится. Не превышая скорость, и всё. Кстати, насчёт дальнобоя тоже будет обзор, поэтому не переживайте. Работанная дальнобойщика будет и на провинции, и здесь, как говорится. Ну, и также, если уж получится там право сдать, то и в Redfire тоже будет. Ну, я думаю, что дальнобой нормально, так и работает, прикольно. Да, в смысле, блядь? Я и так, блин, заехал, блин, плотную, близ... Близко... К остановке, ё-моё, а тут ещё... А тут ещё вот так, ё-моё. Ну, бывает. О, какие... Автомобили. А именно, гелик тут стоит, ё-б-твоё. Прям, пиздец, блин, чёткая тачка. Получается, у нас тут автосервис... Этот автосервис находится в каком направлении ты именно... Так, да, ну, поехали. Так, тихо. Не лагай. А, стоп, я вспомнил. Я вспомнил, вспомнил. Всё, едем дальше. Так, подправить так немного. Если, конечно, я правильно вспомнил, иначе едем сначала в автосервис, как говорится. Починим Мерс. Потому что, блин, ну... Мне особо хочется ездить на сломанной машине. Или я неправильно еду, блин. Или правильно, я... Не понимаю. Ну, давай, загорайся ты уже, ё-моё. Ну, светофорик, давай. Опа. Поехали. Надеюсь, мне игра не вылетит, блин. Очень глубоко я на это надеюсь, потому что... Я не хочу, чтобы мне игра вылетела, и всё. Я не хочу, блин, перезаходить. По нескольку раз. Так, стоп. Получается, это... Как помню, надо... Надо повернуть, или вообще, правильно, едут? Так, переулок. Ага. Угу. 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 Блядь. Всё непонятно. Блядь. Так. Ага. Блядь. А где же у нас сон за 2022? Повернём. Лево. Чё бы никак не могу найти тут. Хотя чё я, блин, тут буду искать, ё-моё, если тут есть навигатор. Так, салоны автомобилей, но мне салон, мне как бы не нужен. Прочие, ближайшие СТО. О. Всё-таки, почти что я в правильном управлении, я еду. Ну, Гранта катается, блядь. Блин, нажирать хочется, ё-моё. Ну, как говорится, я на маршруте. А, вот она, это СТО, блядь. Нашлось. А это куда у меня он? Не-не-не, блин, мне... Это очень далеко, нахрен, надо убрать. Надо убрать, убрать. Мини-GPS. Всё, я знаю, куда заезжать. Блядь, ни поворотник, ни хуя, ничего не включил. Так, ну ладно, заезжаем сюда. Так, ну ладно, продолжаем, как говорится, играть и вообще кататься по этому маршруту. Ну, ребят, мне случилась такая одна, ну, такая небольшая загвоздочка. Может даже большая. Эммм, что же именно случилось, как говорится. У нас маршрутки другой цвет. И всё. Просто... Тот именно серый цвет, как говорится, мне просто вот... Получилось так, что у меня... Кикнуло меня из игры. Получается так. И поэтому... Поэтому, что уж сказать... Я вот начал маршрут заново. Только на другом маршрутке. И поэтому продолжаем играть и продолжаем кататься на маршрутке. На маршрутке Mercedes-Benz Sprinter, как говорится. Блядь. Главное, чтобы... Не окунуться в снег и всё. Вот эта станция. Тут вот стоит рядом. Прикольно, кстати. И главное, что плюсы на Гринь Ти Чирпэ... Ну, то, что есть хотя бы полная карта именно с ЖДшкой. Хотя вы, наверное, скажете... Что и в Радмире такая же херня есть, но... Ну, Гринь Ти Чирпэн всё-таки немножко так получше, чем этот Рад... Ой, я фарчу что ли, что ли, разбил? Не, слава богу. Хоть на этот раз я ничего в машине не разбил. Хотя... Ну, вы, наверное, помните, что я... Всё-таки в этой серой маршрутке я всё-таки разбил фару и всё. Ну, бывает. Ёб твою мать, как её... Как её, блядь, дёргать, сука. Блядь, жёстко, кстати, её дёргало, блядь, в маршрутку. Вот, кстати, вот, конечно, минусами на Гринь Ти Чирпэн... Именно вообще в КРМП. Что-то слишком ярко, блядь. Хотя, можно, в принципе, это настраивать, эту яркость, но... Снег тут, как бы, крайне очень яркий. Или это сделано, блин, по типу рис... По типу, как бы, для реализма, что ли. Хотя в реалии... Хотя в реалии... Снег, конечно, яркий, но не сильно. Блядь, сколько же у меня тут ярко-то, ё-моё. Как-то долго, блядь, ехать мне. Ну, мы, кстати, уже добираемся до этого... До города Нижегородска. А вот, кстати, и Нижегородск. Вот это вот город, который, я так понимаю, является столицей, Потому что тут находится... И Кремль, и Президентская тут находится, короче, ну... Ну, правительственный город, короче, если так сказать... Блядь... А, вот всё загорелось, а то было вообще непонятно. Загорелось он там или нет, блядь. Как-то так. Так, ну а, едем. Всё, а вот, кстати, автовокзал. Как говорится, приехали. По другому пути. А может быть, и по тому же пути. Может быть, так сказать. Ну, а ну, ребят, давайте уж тогда... Поэтому всё, маршрут, естественно, завершён. Поэтому всем огромным вам большой запросмотр. Не забудьте поставить палец вверх. Подписаться на канал, естественно. Включить колокольчик. Ну и ссылки в себе в описании. Поэтому всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok